И от первых руки, по-моему, опускаются. Но нельзя же все время писать про войне, тем более, когда кончился, и другие войны. Совершенно мне непонятно, где там не было. Но зато я когда обещал на первом конце, это вот затянулось у меня, простите, оказалось слишком много, я не рассчитал. Песен, более 600, считал только я, администратов посчитали за тысячу где-то. Песен написанная за 50 лет, если можно так назвать, творчество. Поэтому, пользуясь моментом, пока никто вас особо не возражает, походу, может, потребуется, я вам все-таки... Лирика же есть, и вот еще потому, что я так обещал, что... И начался в администратор только потому, что это лучшая часть моей жизни, как бы. Самая короткая, но самая лучшая, ну, и самая, как-то, плодолитая по части написанных песен. Ну, они дорогие. И еще потому, что... Вот я не тусуюсь в социальных сетях давно уже, нигде, в этой помыке, видите. Не хочу никого обидеть. Не хочу, чтобы меня обсуждали, и не хочу я спорить. Я, дай Бог, судиться. В полете, вот, мои песни. И пойте, да, можете называть. И все никто не слушает, ничего. Но я тогда сказал, что я хочу... Это все вот мое выступление, вот эти три, да, авто, концерты. Это, по сути, для меня лично, я отношусь к этому очень серьезно, это вся моя жизнь. И вот, чего я только не читал про себя и где-то чего-то, даже песни Бог снизил. Но я, вот, для себя я делаю, расскажи, чем болеет, что ты поешь, и я скажу, чем больна твоя душа. Мне не надо, вот, читать, передоваться в газетах, чего-то каких-то там. Вот скажи, что ты написал. Ну, хорошие поэты такие. Я к тебе отношусь, я на руку, нет, отношусь к себе, хорошим, мозгом направленным. Это будет понятно, кто-то и есть. Потому что я сейчас читаю, вот, опять же, Украина, по Украине, и пишут замечательные стихи. Ну, они ангажированы политически. Ну, чего писать на злобу дня. Вот это терпение. Не могу, я всегда отказывался писать там всякие. Извините, женщины, к 8 марта начались. Напиши нашим девушкам что-нибудь. Ну, не могу я вот, все эти написали. Улюблю я женщин чужие, не помру их любят. Но писать к 8 марта, поздравления, там, когда вы рождите, чего-то. Я говорю, ну, что тут, как мне запидают. Я вот начну с 15 лет, да. Я сидел, отбирал мне, вот, с помощью наших администраторов и друзей. Вернули тетрадь, где с 15 лет мои песни, стихи там о любвях, о соловьях, там. Ну, в общем, я называю сопли, но это было какие-то нормальные, вот, эти, вот, такие. И решил вот закончить хоть вот эти вот затянувшиеся декартовские вещи, а, левики. Вот я начну. Знаешь, у нас песни написаны давно, но я не помню, я, как сказать, нечезлавен, я не пишу. Написал чего-то, не тут, а пострал, число, год, место, но вообще не имеет это значение. Много пропало из-за того, что я писал на салфетках в ресторане, там, с пьедой, там, кто-то их хранит. Хорошие песни, надо тут присылать, смотри, что ты там, дурак, как писал. А я и не помню, не знаю, не в этом дело. Значит, вот такая песня. Суть всего, значит, тут песня моего, этого, всей жизни. Как и пикровка всем остальным, которые он хочет тебе отказать. Ты меня напрасно не ищи, в утро кишутного вокзала. Море начинается с причала, песня начинается с пути. И шеренки вверх километровых, позабытых снов и сказок новых, И с приветствий с вечных поездов. Песня начинается со слов, не всегда проверенных и гладких, Но пишут их не в школьные тетрадки, и не для оценки знатоков. Пишут их не в школьные тетрадки, и не для оценки знатоков. Песня начинается с любви. Не всегда проверенные и верные струны, как натянутые нервы, Их не осторожно, не порви. Песня начинается с тебя, если ты с собою не в раздоре, Если ты встречать умеешь зори, чувствуя, как лертится земля. Если ты встречать умеешь зори, чувствуя, как лертится земля. А ты меня на празднущи, в сутоке шутного вокзала. Море начинается с причала, а песня начинается с пути. Море начинается с причала, песня начинается с пути. В этом, что песня начинается с пути, в пути. Браво! У меня лично трагический смысл, потому что в пути-то это все здорово, конечно, много впечатлений. Но если ты встречаешь на пути человека, и ты чувствуешь вот всем нутром, что этот человек вот твой. Может быть, ты этого человека всю жизнь искал по жизни, вот нашел. Но, на весь заблежь, что положение обязывает, и ситуация такая, ну нельзя остановиться вот. Нельзя поближе узнать этого человека. И получилась такая песня. Это плод фестиваля. Почему я на фестивале больше не вижу? Во-первых, говорю, и умру с этим, что я всегда видел женщин, но судьба складывается так, что... Нет, женой это мне повезло. Я очень люблю там ее всю жизнь. Там, вот, сорок лет вместе. Она сегодня очень отсутствует, он покажет, что плохо себя чувствует, и что мне не мешает. Она говорит то, что я сейчас вам говорю. Женщины, все мутрою, наверное. Хоть это для нее было написано, но неважно. Это меня воздерживает, честно говоря. Поэтому вот эти вот впечатления. Упрощай, который раз разлучает временазь надолго. Ты на север, я на юг. До свидания, мой друг. Не надо так говорить тебе сейчас, то, что жизнь мудрее нас надо греть. Мы, как добрые друзья, расстаемся, нас зазрят сладо ли. Я опять на заре буду молча курить, за окном полустанки считаю. Успугуюсь надолго, что не скажет никто, я найду я, где потеряю. Как осеньные листва, тихо падают слова под ноги. Может, обмануть судьбу и нарушить мне табу все-таки. И не надо мчаться вдруг, ни на север, ни на юг, никуда. А на зависть проще всем здесь остаться насовсем навсегда. Но я опять на заре буду молча курить, за окном полустанки считаю. Успугуюсь надолго, что не скажет никто, где найду я, где потеряю. Но зачем мы так спешим и совсем не дорожим встречами? Это можно пережить, если мы умели быть вечными. Чтобы не таяла свеча от бессонниц по ночам в тишине, Может, скорый поезд свой обменять на рай с тобой в хижине. Но я опять на заре буду молча курить, за окном полустанки считаю. Успокоюсь надолго, что не скажет никто, где найду я, где потеряю. Скажет мне, какой чудак в нашей жизни, мол, не так принято. А я отвечу ему одно, раз не так заведено, жизнь не та. Будут мне мои друзья говорить, что так нельзя, но и пусть. На земле-то один ответ, я иду сдавать билет. Остаюсь. Я останусь с тобой, пусть кто-то другой, скоро поезды версты считает. Вперед стуки колес слышат тот же вопрос, где найдет она, где потеряю. Вперед стуки колес слышат вечный вопрос, где найдем мы, а где потеряю. Где доходим и где потеряю. Я родился в старом доме на революционной постройке, какой-то доходной дома, потом коммунальные квартиры, двухэтажные деревянники на Таганке, Таганск-Ульского, 27-й квартире, 7-й, где во дворе жили все, мужчины все были фронтовиками. Я родился в 51-м, первое здоровое послевоенное поколение мальчиков, потому что природа устроена так, что мы, мужики, более нежные, и чтобы женщины родить сына, мне нужно нормальное питание, кровь, головой, спокойствие, никакой войны. Отсюда у нас, да еще, ну и такая, может быть, не очень приятная, но у нас за счет 41-45 года до сих пор демографические права мальчиков мало. Мы всегда попадаем в группу риска. Тогда во дворе, мне это повезло, я был один и восемь девчонок, погодки-одногодки все, моя подружка, ну верно, она родилась тут тоже, в 20-е февраля. Отец у меня был фронтовик Николай, мне Николай, значит. Но дело не о том, я лазил в соседний двор, там было две девчонки и шесть ребят, дед меня, знаете, лупил, тоже шесть забора, я рвал там, сейчас, на себя брюки там, когда он мне шил, он портный был, вообще, лупил, бежал, а я все равно, ну что, дочки-матери шесть, ну, я играл, на самом деле, с ними. Взял дочки-матери, а там расширец, расширец, там деньги, битые. Там было и теоретически, чем дочки-матери, ну, неважно, как же ты, естественно. Игра забавная, конечно, но ни дочка, ни матерь ее быть не хотел, а в отце не годился по возрасту, поэтому он понимал, что это такое, вообще, на 25 лет не понимал, что это такое, мало кто из этого понимает, пока с этого не стал со мной, неважно. Значит, ну, был дом, совсем другой, вот и не ностальгия по прошлому. Я говорил, что многие песни ностальгические, не ностальгия по прошлому. Я не знаю, у нас в дворе никто не голодал, как сейчас пишут. Да, мука по карточкам была, потому что я в странной кукурузе засел. В жеке выдавали муку по карточкам, но не было муки, бабка шла на рынок рогожеский, покупала все, что нужно с тобой. Отец с моей ию воевали, вторая, моей бабки, дочь тоже воевал, но они на Урале были, службы продолжали, там, а я, деду и бабка. Не знаю, мне хватало, я нехило груз. Сами с этим, карапузом, значит, дом. Нет, другое я помню. Бук через школу, с нашего двора, ребят, много было, очень много. Все стаганки, стаганка бандитский район, участковый ходил Семенович, фронтовик, храмологий, старшина. Он, смотри, не трогал, но ходил и деду жаловался. То есть, я там окно разговариваю у кого-то, где-то чего-то, где-то мяло упил, опять-то нещадно, и всех упили. Нещадно. А Семенович, закладчик, он придет, чиньку водочки выпьет, все, накапка пройдет, вот так, и все знал всегда. Отбираться родителям, там, чего-то. Драки происходили, вот, участковый обид на всю тарелку. Драки были страшные, но не бил никто ногами в кружок, что-то никогда, это появилось только в конце 70-х. До первой крови взрослые дрались, мужики. Мы, надо, не были, когда менты, с криком «менты», и бросать туда самодельные бомбы, чтобы разбежаться, и успели все дырущие. А вот собирал Семенович, что-то совсем наряд, только упавшие. И туда, вот, разумел, в кулое, что-то. А то, и все, дрова убежали. Потом персональные беседы. Ну, будет упоминаться в этой песне. Дрое, жили русские, татары, евреи, украинцы, грузины, армяне. Ну, дом 27, квартира 7. Это в начале было, а так 57 квартир. Дом такой закрытый, колодец, деревянный, на первых этажах коммунальные квартиры. Да и что-то нигде, с кем не делил, ничего, никак. Бабка уходит туда, по магазинам, ищет. Майка, конечно, Майка в другом этаже, Майка, смотри за Марией. И да, Майка, я-то помню, и пошла туда-то по делам. Бабка меня с этими девками, и помой-то на город. В одной вадьбе, там, с этой полноэтажкой расстанут. Ну, ты что там, 5 лет, 6 лет. Все, бабка не вернется, а дед дежурил. Он был, значит, дежурный, высоткий, вот, на набережной, ну, да, в Охровце, где-то там сутки бежали. Ну, никогда не было. Да, дрались, вот, с соседними дворами. Ну, это девчонок, кто-то уже зрел в возрасте, там, пошел туда. Ну, дед купил, потому что соседний двор пошел, как-то, ну, маленький он, после 15 лет, прям, не купил уже. Он уже пытался один раз, не получил, 2 часа плакал в туалете, запишите, больше у него пальцев не трогать. Говорит, дед, оденку, а мы кулачли, поехали, а на Москву реку налазкнуть. Глопом удар, тут смесли, скрывно, 2 недели без памяти, потом перестал ходить. Ну, неважно. Драки были, но безлодные какие. Потом вся эта компания собиралась, вот, в пивной или где-нибудь, там, нашел. И опять мне рельно, потому что нельзя было соседей. Я сейчас в деревне наблюдаю, криминальная ледина, за 20 сантиметров на низшей крыше, один по-другому, арматуру по башке дал, 4 группа Ивалина, с этого 4 года ушло. За что? Я вам говорю, Саша, а кто тебя придет, спасать, ты загадишься. Ты же насмерть поссорил соседей, через заборы же. Нет, народ, не важно. Вот этот дом, ну, там все понятно. Ну, так называют, старый дом, Таганск, улица, дом 7. Напротив, я советую. Сейчас вот, вы знаете, давно строили и турецкая фирма, и московская. Здесь стоят когда-то дом, Деревянный, двухэтажный. И народ жил в доме, дом, Озорной, и шабашный. На 7 бед один ответ, Сообща беду залечим, Приходящему привет, Уходящему навстречу. Телевизор, КВЛ. Собиралась у тебя соседей, Четырех хватало стер, Что вы нестили все на свете, На дверях засовок нет. Приходите скрасить вечер, Приходящим, привет, Уходящему до встречи. И под старый юзерей, Где скамеечки теснятся, Трудовой закончил день, Суббота была трудовая, Все сходились пообщаться. Как дела твои, сосед? Да пожаловаться нечем, Приходящему, привет, Уходящему навстречу. Участковый старшина, Знал про всех и про любого, И таганская шпана. Я не верил на слово, А дворовый женсовет. И такое было, Чем-то смахивал на вечер, Приходящему, привет, Уходящему навстречу. Веселились, как могли, На крестинах непременных, Всем творогом справляли дни, Годовщик после военных, Так и жили много лет, Все ко всем по-человечью. Приходящему, привет, Уходящему навстречу. Так и жили много лет, Все ко всем по-человечью, Приходящему, привет, Уходящему навстречу. Мне очень важно, Ваша лекция, Когда читаешь, Что за всю свою жизнь, Лирика его, Война по войной, конечно, А любовь везде. Нет, это же от Бога, Приходят и уходят, Никто не может ничего сказать. Необъяснимо ему. Ура! Значит, было увлечение. Походы, Бриски, Вот как там, В лет 18, что ли, Дед меня уже не мог никуда остановить, Можно откуда уходили, Была карта у моих друзей, Пятерка великолепная Таганская звали везде, Майское острове, На этот крестик стоят звездочки, Места на его и славы. Мы любили ходить по Волоту, После разлива Майского по Волоту, Черт куда залезали, Экстремалы вообще были. Ну и походные песни, Вот эти несколько походных песен Я спою. Говорила мне слова Юная цыганка, Про бабуновых королей И каких-то дам, Все, что было трынь трава, Ничего не жалко, А про будущее Все знаю сам. Все, что было трынь трава, Ничего не жалко, А про будущее Все знаю сам. А узнаю и пойму, Сам перетолгую, Сколько я еще пройду Тропок и дорог. Дай, гадалка, Я тебя просто поцелую И уйду своим путем Дальше на восток. Дай, гадалка, Я тебя просто поцелую И уйду своим путем Дальше на восток. Я такой же, Как и ты, Странник и бродяга. Все свое ношу с собой, А всего добра И казённые дома тоже подождут У меня устройство ночлег на лесной обушке И на утренней заре в розовой тиши Нагадает мне сто лет вещи и кукушка Не за грош, не за пятак, а просто от души Нагадает мне сто лет вещи и кукушка Не за грош, не за пятак, а просто от души Ну, цыгане у нас тоже жили, роза цыганка жила Мы с к ней все цыгане приходили, мы двоюсь прямо сгуляли Вообще таганка, в чём называется таганка Там всегда ставали табором цыгане И у них хороший кузнецин, цыган всегда, ну, лошадей Или ещё таганки делали Это такая на ножках, там, где по котелкам, над кострами Это для революции ещё была таганка и называли что-то таганкой Ну, а таганской площадь назывался Шивой горькой Представим, вот на Шивой горьке, недалеко на таганской улице Ну и цыгане так были, они жили спокойно, нормально, не воровали, ничего Николей не уводили домой, помогали у этой розы Муж был, тяжело раненый номер потом Вот моей самой верной подруге, Наташа Панова, Коль Николай Панов Майор был стрелковый рот, он там был раненый, а жена у него цыган Значит, вот поэтому про цыган там Ну и песни тогда, кто помнит, там, парабеллы, чебуреллы Везде присутствовали цыганы А и здесь, значит, опять про цыган, про гадань Ну, они просто вместе подряд написаны, наверное, не ту же тему Погадай, цыган, ко мне долю Побродить бы по земле волю И из гитары за плечом мне бы Побывать бы, где еще не был Я бы песен написал горе Я бы с тем и не знал горе Сто дорог бы прошагал трудных И советов не давал нудных И советов не давал нудных Умывался бы в ручьях горных Позабыв о пустяках вздорных Позабыв своих врагов рьяных Подобревший от ветров пьяных Подобревший от ветров пьяных Я похлани не пишу складных И ответов не прошу Да ладно, но горит моя звезда ярко И в ночи мне у костра жарко И в ночи мне у костра жарко И я еще свою судьбу встречу Мне затеет ворожбу вечер На березовых углях алых На серебряных ручьях талых На серебряных ручьях талых Так нагадай, цыганка, мне долю Повродить бы по земле волю И от гитары за плечо мне бы Побывать бы где еще не был Позднее Мне очень нравились романсы всегда Вот как-то созвучные все были Дед мой пел Революционный романс Шьет на машинке в поле Я их не знаю Ну, например Сейчас, например, кто знает Ну, все знают Только вот чьица тройка Почтовая, да? А такая вот Стихи он читал Прибежали, вызвали дети В каратах на мутации Это он мне на ночь читал Я читал, детки Тяги, тяги, наши сети Притащили мертвеца Врети, врети, бесенята Заворчал на них отец Ох уж эти ребята Ну, извините, что тут Будет вам уже мертвец Ну, там такие слова есть Безобразный, труп ужасный Посинел и весь распух Проходи, если несчастный Помогил свой грешный дух Рыболов, нельзя отворное Алиольный молодец Леографный, да? Ну, я даже хруру, да? Это он мне на ночь читал Дед твой, который тревать не прошел Пережил И был грамотным с 9 лет И ждал мне из Пушкина Ну, и много чего-то Или я с невысоких любовь Затерялась, небогатое В наше село Это вот я говорю о том Откуда все вот эти ужасы Которые тут писать Начинал там Ну, ладно Ну, и романс тоже будет Ну, он там будет Это уже потом Про ночи-то позже А вы мне утро Подарите Костер потушенный Красой Прижабить кровь, что вы взимите И запах мяты Буговой А вы мне просто пожелаете Страну, где горе и беда И как цыган Опять цыганка догадаете Дорогу дальнее туда Не говорите мне прощайте Бог даст Увидимся опять И ничего не обещайте Тогда и я Не стану лугать Вы шаг набросив Проводите Пока не встал еще Разве И долгим взглядом Посмотрите Не выходящему Во свет Романтика Наса совершенно по-другому Воспоминал В двадцать лет Ну, опять же, там, как-то я романтикой не тянула, хотел быть геологом, конечно, все-таки у меня покойный геологом был, но как-то вот что-то еще больше хотел я быть танкистом, ну, не важно, а тут романтика, и уж совсем я романтик не пускал бы в Афганистан, и они, первая добыча рога становится именно они, мальчики, 19 лет, начертавшись книжек про героев гражданской войны, романтика кончилась, пока в Афганистане идет дубай, никакой романтики не будет, вот такая песня, а тут еще походы, костры, девушки, палатки, гитары, портфель, вот туда-то пили, в дорогое удовольствие, а 82 плодовы выгодные, 82 портфельки вот такими натушителями, то и дело, и бог еще будет в поле костра, подождите тушить, лучше добавьте огня, и еще многое надо спросить, то, что напротив меня, прежде чем в новый отправиться путь, вот солнце по небу скользя, мне еще надо в глаза заглянуть, то и что напротив меня, прежде чем в новый отправиться путь, солнце по небу скользя, мне еще надо в глаза заглянуть, то и что напротив меня, еще многое надо успеть, звонкою дай, уходя, самую лучшую песню допеть, то и что напротив меня, прежде чем в новый отправиться прежде чем бросить дорогу опять пыль под копыток коня, самое главное, надо сказать, то и что напротив меня, прежде чем бросить дорогу опять пыль под копыток коня, мне еще многое надо сказать, то и что напротив меня, пламя костра, погодите тушить, лучше добавьте огня, мне еще многое надо спросить, то, что напротив меня, и на чуть-чуть отодвинув рассвет, выпросить время у дня, чтобы услышать и громкий ответ, то и что напротив меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такой фильм, ну все знают, кто видел тогда, первый раз появился в фильме, семь девятых семибратьев, комбойский уэстерн, и потом появился великолепный семьян. Я в седьмое пошел в классе, раз двадцать ходил, обманывали великюшу, берешь билет, влешь школу, билет на утренний сеанс, такой, донись копейка, а потом в толпе, думаешь, в водушке, и где-нибудь там, в тупечке, выгоняли, но не верешь, сейчас, наверное, не ходили. Ну ходили все, таганка обрылась наголо, а в этот момент все комбиницы забирали, все обрылись наголо, Чика, Крис, все эти, вот эти, в общем, комбой, все такие. Песня появилась, потом Генрит появился, Гойка Мечища, еще много-много-много, все эти славные комбои и дейцы. Аминь. Песня, песня комбой. Песня вдали носится моя, Сверху солнца золотого Сверху солнце золотое, улыбается комбою и дорога тянется пыля. Где поют гитары в огне, ждут комбои верные друзья. А девчонка из таверны заждалась меня наверх, и стучат копытом по камням. Если надобегается краса, если потемнели в небеса, мне до дома путь не близкий, наливай хозяин виски, а коню хорошего овса. Со столом в таверне шуйка, только я один совет вам дам, если вы излишне нервны, я всегда стреляю первым или просто крошками по зубам. А колбои всюду говорят, не найди отчаяния ребят, и я хозяин диких прыгей, если кто-то мне не верит, отойди шагов на пятьдесят. Герцогрива рыжего коля, песню вдаль уносится моя, сверху солнце золотое, улыбается комбою и дорога тянется пыля. Сверху солнце золотое, улыбается комбою и дорога тянется пыля. Сверху солнце золотое, улыбается комбою и дорога тянется пыля. Сверху солнцем, да, там потрясающий совершенно рассказ, очень трогательный. Но надо просто знать, что мустанг, как и Бог, его не приручить, его можно сломать. А чем он ценится? Один на тысячу мустанг, он везде существует, даже у монгольских лошадей там везде. Это вот как, вот у него совсем другой, очень плавный, потому что он ноги по-другому представляет, чем обычная лошадь. И особенно ценился, он во все века вот такой находится, то есть на нем не трясет. Вот ему было принято, да такие бешеные бабки стоили женщину дарить. Женщина ездит в бурку, там сидит, ноги свесит, не трясет, ничего себе не отбиваешь. Но приучить его нельзя, как и вообще нельзя приучить ни волка, ни дикой лошади, никуда. Сломать можно, но тогда у тебя не будет и собаку, даже не только волка. Собака, друг, когда он тебя принимает, как мужика старик, как своего хозяина, а не, как невзор, хорошей книгой написал, что из лошадей мы делаем вообще черти кого. На самом деле, как и рассказывают, сказку плачевов, там цирковые братья, там все эти. Страшное дело, дрессировка, не дрессировка, только такие предупреждения, выполнения желания человека. Ну не важно. Кто не знает, кончается тем, что за еноходцем охотились. Охотились долго, двое поклялись там на какую группу своих денег, что один я его отловлю, один из бедных. Он говорит, нет, что-то покляли. Его отловили. Сначала отловили его подругу, из лабунальных лошадей. На подруг применили его, связали, схватили, и клеймо поставили. И клеймо на него. Но он вырвался, за ним погнались, но там в краю ущелья был, его бросились в ущелье. Лежал мертвый, клейменный, но скопланный. Это находится. Песня «Мустарка» называется. Песня «Мустарка» Это то, что в прошлом давлова Bennet Godel II сhow mass, Песня «Мустарка» Не согласен я с неволею, А людей возить тем более. Не согласен я с неволею, А людей возить тем более. Мы понимаем, что мы именно на чём им стоили, Ну и все сын, Если только захочу, То быстрее ветра поскочу. Если только, если только захочу, То быстрее ветра поскочу. Только этот парень сколь-то на боку Раскрутил тугой волосы на скаку. Свист верёвочной петли И меня изберели ноги быстрые мои. Свист верёвочной петли И меня изберели ноги быстрые мои. Парень тянет своё ласо, что и сил. Он считает, что мустанка победил. Над обрывом замер я Шевестистова петля, Подо мной каменистая земля. Над обрывом замер я Шевестистова петля, Подо мной каменистая земля. Вы понимаете, что там, где ковбои, там и пираты. Как-то это всё неразделимо. Пираты, гафферы, бандитеры, ковбои, бандиты. Ну, вся тоганка играла ковбои, когда уже были пираты и прочее. В сердце младоведника начали про пираты. Вот, кстати, мало кто знает, а вот Юра, наверное, знает. В истории военно-морского флота России были случаи, когда отдельные корабли пиратствовали по многу лет на морях. Или кольцарства. Вы уходили и... Я забыл, не помню, как называется, но историческая вена. Свободное плавание. Их ловили, их искали. Но это романтика и тоже та же самая свобода, правда, относительная. Свобода о них. Насчёт других, но это... Ну, неважно. Это всё равно пройденный тем в моей жизни. И хотел с ужасными пиратами. Подробности я, конечно, не знал, но фильм, какие-то книжки читал, смотрел. Обожал. Одиссей, как там была романтическая история. Вот такая... Ну, это вот прям прикольно написано, значит. Социальная пиратство, так называется. Любовь и... Литейская пиратство. Сейчас, знаете, почему? Потому что... На сердце династии холодный туман, Тоска посторожит у двери. Живёт моя жальность за три девять стран, За три девять синих морей. И мне до неё не добраться никак, Не выиграть в споре с судьбой. Я каперство занят в житейских морях, Где каждому каждый чужой. А смерть тела мою выдавал кому-то патент, И значит корсар опречён, Как гонь чирючей корове Моей бригантинью догону. Огонь чирючей корове Моей бригантинью догону. Я очень устал от контузии рад, Мой голос захрип от команд. А где-то далеко, за трию стран, Ты дремлешь под пеньем цикад. Ты дремлешь, не слыша, как пушки ревут Судьбу мою в клочья короля. Но я, погибая, тебя позову, Любимая, помни меня. Но я, погибая, тебя позову, Любимая, помни меня. Я жить по законам людским не хотел, Я сам себе выбрал игру. Походную старую песню запел И шпагу привесил к бедру. Пусть чайки кричат, Закарбойка корабля, Суля неудачнику плед. Но реет на мачте Козынка твоя Пиратскому флагу взамен. Но реет на мачте Козынка твоя Пиратскому флагу взамен. Один против стаи И справится волк, Какой же закон у людей. Прости, я за счастьем Пробиться не смог За три девять синих морей. Уже и палач Разминает плечом И лязгают цепи оков. Я гибну, но славится Имя твое Отменим по веки веков. Я гибну, но славится Имя твое Отменим по веки веков. Чистый пиратский цикл, Чистые пираты, Без всякой любви, Без всякой романтики и социального фактора. Не предав Мечты о вольной воле И не разуверившись в себе, Джентльмены, кто пойдет Со мною в море, Кто не хочет Больше ползать по земле, Джентльмены, кто пойдет Со мною в море, Кто не хочет Больше ползать по земле. Под покровом Сизого тумана Мы выйдем В погоню за мечтой, Джентльмены, выбирайте Капитана, Поднимайте черный выпил Под водой. Джентльмены, выбирайте Капитана, Поднимайте черный выпил Под водой. Пусть удача Встретит с отважным Сто чертей В подмогу парусам, Джентльмены, это судно Будет наше, Пушки к бою Канонирой по местам. Джентльмены, это судно Будет наше, Пушки к бою Канонирой по местам. А оборванцы, сброд многоязычный, Здесь одно лишь Ужество в цене. Джентльмены, делим поровну добычу, Капитану полагается вдвойне. А потом плати за все без сдачи, Что пропьем на море, то живем. Джентльмены, это женщины удача, Вместе с нами барбадосских и щитаром. Джентльмены, это женщины удача, Вместе с нами барбадосских и щитаром. Ну а коли она окажется неверной, То ее напрасно не гляня. Джентльмены, кто пойдет на Рим первый, Черт возьми, давай начни палач с меня. Джентльмены, кто пойдет на Рим первый, Черт возьми, давай начни палач с меня. И не то, чтоб жизни было жалко, И ее отпущено вполне. Жди меня, зеленая русалка, Я свои закончил счеты на земле. Жди меня, зеленая русалка, Я свои закончил счеты на земле. Вот это гусаром звучит, это же Вечка. Это Дениса Давыдова, это Лермонтова. Это отмязевство. И размышления человека лет восемнадцати, девятнадцати, Проживающего в Таганке, Не жалеющего о том, что бы сразу нет. То есть есть бандиты, есть вагонзароны, Много еще есть, надежные друзья тоже есть, А вот этого нет. Что за жизнь? Вот звук Песни старых Давно Перевелись На Руси Гусары Авси Как же зря, как же зря, что нет теперь гусар, И не встает давно заря под перезвон гитар. Но в голову турманин хмель до самого рассвета, И что утром на туи под дуло пистолета, А мне бы доброго коня Серебренные шторы И чтобы дамы на меня Глядели за шторы Как же зря, как же зря Что нет теперь гусар И не встает давно заря Под перезвон гитара Как же зря, как же зря Что нет теперь гусар И не встает давно заря Под перезвон гитара Идут трамвайи до такси Посвечивают фары Но как шоферы не просили Вот и попчится к яму Как же зря, как же зря, что нет теперь мусар И встает давно заря под перезвон гитар И не встает давно заря под перезвон гитар В любви и порши знали толк поэты и димоширы Когда вставал мусарский полк на зимние квартиры Как же зря, как же зря, что нет теперь мусар И не встает давно заря под перезвон гитар Ах, как же зря, Ох, как же зря, что лет теперь мусарь, Где ж дает давно заря, Но перезвон в гимнаде. Ну, мусарь народ не верный, Нет, родник не предан, А вот любой парковь, как-то у мусара все, Не очень получается или не получается вообще, Потому что долг превышился, ну ладно, Ну вот прощание у мусара, видишь, форс-мажор такой, Уезжает он, потому что призыв полк явится, Прощается с женщиной, которая в данный момент находится с ним, Пытается сглазить такой трагический момент, Делает это, ну вы видите там, грубо посол Дарфонский, Но некая дорога, молоденькая, от родной войны. Я устал от потрепанных истин, От пустых непонятных речей, Ну-ка ветер разнойниче свиси, Застоявшиеся тройки моей ночи, Пусть помчится по снежному полю, Через злую пургу и недель, На свободу, а может в неволю, Только чтобы подали отсек. На свободу, а может в неволю, Только может подали отсек. Наблюдая подспешное бегство, Вы не жмите скупую слезу, Все я вам оставляю наследство, Только душу с собой заберу. Не поможет ни муж, ни духовник, Не согреет молитва постель, Я теперь вам, моншер, не любовник, Я уехал далёко от себя. Я теперь вам, моншер, не любовник, Я уехал далёко от себя. И другому в беседе загадный, Вы припомните в другом колонне, Дескать, был он такой непонятный, Как виденье. При внутреннем сене Мне плевать я по снежному полю, Улетаю за тридцать семей, На свободу, а может в неволю, А только чтобы подальше отсели. На свободу, а может в неволю, А только чтобы подальше отсели. Немного. Значит, вот эта бездоботная юность, Которая постепенно, Пихаренный стук, работа, Ну и тоже это таганские все силы. У каждого на вене приходит свой череп, Когда он сокровенно из памяти берёт, И отключившись полностью от повседневных дел, Мы исполняем молодость, И кто чего успел. Под ручки, да гуляточки, Вмельная голова, Да с бубенцами саночки, Да жаркие слова. Отбегалась, отпрыгалась сиренью от слёд, Черёбухой осыпалась, Полынью заросло, Черёбухой осыпалась, Полынью заросло. Друзья мы были преданы, С врагами беспощадными, Девчонки наших ветреных Любили безоглядно, По жизни, как по лестнице, Всё выше нас несло, И до сих пор не верится, Что всё уже прошло, а было. Подружки, да гуляточки, Вмельная голова, Да с бубенцами саночки Не жаркие слова. Отбегалась, отпрыгалась сиренью от слёд, Черёбухой осыпалась, Полынью заросло, Черёбухой осыпалась, Полынью заросло. Ох, сбрехнуть бы нам копыты, Тряхнуть бы стриной, Куда уж там с гастритами, Да с ранней сединой, И всё сильнее манит нас К покою в тишине, И вот спим мы на собраниях, А видится во сне. Подружки, да гуляточки, Вмельная голова, Да с бубенцами саночки Не жаркие слова. Отбегалась, отпрыгалась сиренью от слёд, Черёбухой осыпалась, Полынью заросло. Черёбухой осыпалась, Полынью заросло. Критина, которую я всегда любила, В очередь. Но она пизда уже, Да, когда он мил, Лет за тридцать, наверное, Таган перестал существовать, Там бог сейчас застроен, И местами, боевой сфорой. Крутится, рептится, Крутится, рептится, Крутится, рептится, Крутится и рептится, Шар голубой, просто не верится, Просто не верится, как мы давно Это пели с тобой. Глупо надеяться, но глупо надеяться В юность далёкая снова попасть. Там, где по-прежнему крутится, Лертится шар голубой и не хочет упасть. Там, где по-прежнему крутится, Лертится шар голубой и не хочет упасть. Где эта улица? Где эта улица? Где эта улица, где этот дом Сердце надеется, сердце волнуется А когда-то в кого-то влюблен Так получается, жизнь не кончается В старом забытом саду городском Так же, как в юности с кем-то встречается Юная барышня вся в голубом Так, где как в юности с кем-то встречается Юная барышня вся в голубом Крутится, вертится, крутится, вертится Крутится, вертится, шар голубой Что-то заботится, что-то изменится Только немогленность наша с тобой И как молитву я песню забытую Все повторяю, что за напасть На старой гитаре играю о шаре Как кавалер барышню хочет украсть На старой гитаре играю о шаре Как кавалер барышню хочет украсть АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Осталось пять минут Нет, не пять, 22-25 Ну вот, я пел в любви здесь Тут были мои школьные подруги Микрофоном не слышали Были школьные подруги здесь мои приходили Страшно, что мне сколько лет прошло А вот как они не изменились Потому что вместе росли И в каждом возрасте есть свой пресс И они были товарищи, красивые девчонки И мы даже собирались Один раз или два после школы После окончания Один или два Тогда была написана песня Это год, наверное, 70-й 58-м школу закончена Потом, 40 лет спустя После окончания школы Собирались Раз, два, три, но уже сил не было Более в контакте Ну а песня написана Вторая встреча после школы А мне никому не собирались От тесным дружеским столом А где-то по свету мотались Постали встречи на потом Да мы, конечно, постарели Всего каких-то пара лет Еще в годах стучат копеи Еще в годах встает рассвет Да мы, конечно, постарели Всего каких-то пара лет Еще в годах стучат копеи Еще в годах встает рассвет А за окном горят пожары В пасковской осени сады А ну-ка, друг, возьми гитару Споем, как раньше пели мы Потом приснил вино по кружкам Сказав, как водится, за жизнь И ничего, что все подружки Давно семьей обзавелись Потом приснил вино по кружкам Сказав, как водится, за жизнь И ничего, что все подружки Давно семьей обзавелись Утопнишь тонкою девчонку Зря вставала, когда Москвой Припал цветастую девчонку И сень не ветер, а за одной Она теперь кому-то мама Кому-то верная жена Но почему же так упрямо Все вспоминается она А, впрочем, все это пустой И в ушах дня, святая дать Открыли просто мы с тобой Делите радость и печаль Открыли прошлого картинки Сегодня повод есть такой Давай, дружище, поставим Тихонько вздрогнем по одной Ах, эти прошлого картинки Сегодня повод есть такой Давай, дружище, поставим Тихонько вздрогнем по одной В 1929 году живут в Верниках, погоди снялось в 1990 году, как и большая часть жизни проживает в Верниках. Тут недавно меня попросили поехать в Батюшку, к Петербурганской церкви помочь отцу, помочь главы Денской Работы по военно-стриотическому, по патриотизм, воспитание молодежи. Батюшка хороший, у него 35, у него четверо детей, вот там бездомных, еще там все бьем. Но я разговаривал с ним на рангах, но никак не мог. Я думал, а что понимать по слову патриотизма? Как вас патриотизм нельзя воспитать? Понимаете, он с молоком матери всасывается. Слово патриот не русское слово. Абсолютно. Как воспитать людей от 12 лет уже, до 40-ка чувства патриотизма. Церковь не может. Понимаете, патриотизм – это не только, наверное. Но, как сказал поэт, это любовь к отеческим граммам, в том числе. К Родине. Родина – это совсем не Советский Союз, даже не Россия. Родина у меня потомствует. Ну, конечно, меня никто не пристроит. Прадед мой был казахом донским, а бабка была, и она мне рассказывала, как было раньше, всю жизнь была традиция. Вот на дону казачка, там, уборка, хлеб идет, чего-то. Она беременная. Вот она, как можно сказать, опросталась где-то под копной, да? Пуповину перегрызла, замотала веревочкой, замотала, покажем, ребенка туда, мыла его и подкопнула. А когда возвращается домой после копной, после полевых работ, она эту пуповину взрывала под первой ступенькой крыльца. Это древние, это не только древние русские обычки. И где бы человек не воевал, казах, за кого бы не воевал, узнал родину, там, где пуповина зарыта. Кстати, пуповина вот эта вот самая, со всем другим там, родина называлась, друзья. Это то, что человек связывает с матерью. И поэтому, когда говорят человеку, да он пуповиной связан вот с этим, ты или вот с этим. Пуповина может быть связана только с твоей матерью или с родиной своей. Поэтому, я не понял, как можно воспитывать патриотизм одним словом Божьим. А вы мне расскажите, какие-то героические. Ну, не видел на моих глазах никаких героических подвигов. Никто не в полку, не в удар. Гибли, ребята, как на войне гибли. Без горсовых героических. Ну, зачем рассказывать, выдумывать какие-то эти штуки. Значит, вот я... Говорю, давайте я вот эту песню, которую сейчас пою. Тут подходят, там, Головер солдатик, все угодно. А там, пусть думают, что... Мы сошлись с ним в одном, что он патриотет, да он воспитывает свои примеры. Ладно, согласен. Воспитывайте. Ну, вот эти песни, как бы... Боже, что бы захотел. Про войну, зачем про войну? Ребята, которые верят в Бога. Не надо фанатов выпускать и готовить. Защищать в этом должен Родина. Потому что, когда я говорил, там, в кадетском кусах, мамашку развлекло, прокатал. Что такое солдат? Профессионально, обычно, убивай. Не так? Я соврал, что не будет. Хоть... То есть, солдат, который не может, он не солдат. Зачем его призывать? То есть, как казняков. Родину защищать, а защищать свой дом, свою семью. Там, те места, где предки, свои ближний круг друзей. Вот и все. Не провис, не сеченскую трубу не втянули. Ты патриотизм воспитаешь. Поэтому... Вот чего я. Вот эта песня. Опять о любви. Но мне было лет 15-16. Я до сих пор не найти. Мне подсказали кто-то. Матусовский, да вы? Нет. А, нет. Плесковский. Я просто... Ну, я читал. Вот тогда журнал «Смена» выходил там. В конце были песни хорошие, нормальные, с кротами. Я тогда учился играть на бояре. Четыре класса закончил. Ночень. Помню. Вот это я помню. Только забыл, как они называются. Но мне понравились слова. Мне 15-летний. Ну, там первая любовь была. И вот ровно слова. И много-много лет спустя я взял... Ну, там три-четыре фразы. И дописал сам. Занимался таким плагиатом. Но если нельзя было найти ничего. Значит, вот такая вот песня. Более поздняя. Плазь. 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 Вames. Плазь. Плазь. И никто не хочет уходить. Пусть не наш с тобой этот вечер, Сам решишь, мать, зовет тебя с крыльца. Только ждать до следующей встречи Не желают руки и сердца. Только ждать до следующей встречи Не желают руки и сердца. Но не надо, хмурится и Бог, Прятать глаз, отчаянную грусть, Чем тебе поклясться недотрога В том, что обязательно вернусь. Чем тебе поклясться недотрога В том, что обязательно вернусь. И не в силах я найти ответ, Как сам брать нечаянно могли Все тепло ромашкового лета, Плечи загорелые твои. Все тепло ромашкового лета, Плечи загорелые твои. Эстопад легко прощебродит, Прячет лето в пестрых тюрьмах. Узкою тропинкой уходит Девочка с тропинкой в губах. Узкою тропинкой уходит Девочка с тропинкой в губах. Значит, деревенский цикл у меня есть такой, Деревня Власево, у меня весь мир в деревне. Это где Москва, и под Москвой, Это просто деревня Власево на берегу. Очень красивый, горный, реки Осетов. Ну и вот эти песни о том, что было. Ну до сих пор снится. Промчалось лето, жаркое и шальное, Ушло тепло со скошенных полей, А мы стоим, прощаемся с тобою У двух завет старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух завет старых тополей. Костер погас, и песня не допета, Пусть нужных слов еще немало есть, Но мы молчим, пропчалось наше лето, Когда еще увидимся, Бог весь. Но мы молчим, пропчалось наше лето, Когда еще увидимся, Бог весь. А было так, вначале было слово Неуловимо, легкое, как дым, А все, что дальше, в общем-то, не ново, Не осуди, и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, Не осуди, и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты, И что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь во дно с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь во дно с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете Прощусь, целую кончики, ресницы, Пусть плетут досужие соседи Про нас еще одно из небылиц. И пусть плетут досужие соседи Про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весел Шальные стрелы скорых поездов. И все, что было осенью занавесит Тяжелые шторы сизых облаков. И все, что было осенью занавесит Тяжелые шторы сизых облаков. Промчалось лето, жаркое, шальное, Ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою, У двух заветных старых тополей. Вот. Юра, а где Юра? Сколько времени еще? Пять минут. Пять минут осталось. Так, тогда я сейчас пою одну песню, Потому что была шросьба здесь От старого боевого товарища. Она про Афганистан. Я не хотел петь, но обещал, что останется время. Я спрашиваю, что песня тяжелая, а? От какого-то вашего? Да нет, тяжелее. У меня жена ее не любит, страшно. Ну, не важно. Просьба и просьба. Ну, настроение хорошее. Ну, не знаю. Ты доказывал, ты за все можешь отвечать. Ладно. Хорошо. 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 Прости, что я, когда бежал до вражеского зота, За сто шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе, В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах и в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиагу. Прости за лучшие года, возможно, и с другим. Прости за то, что никогда никто не повторил. А тот студент, соперник мой, очкарик, книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья, покаяться за брата. Прости их, нежная моя, они не виноваты, Что не спасли, не сберегли победе их вина. Они совершили, что могли, наверх зима война. В одной шеренке снили я под пулями душа. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражи, пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражи, пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражи, пулемет. Я самое главное, а главное для меня вообще этой идеи. И вот наши встречи, наши дружбы, наши знакомства для меня другая являются. Я много чего чем убежал в Афганистане. И то, что у меня друзей столько разных хочется почтить. И что там песни мою пою, пою. Ну, в общем, заединщиков столько оказалось, по душе людей, знающих. Самое главное. И я закончу, поэтому хочу тем, чем начал, как и обещал, пою песню, философскую посуде своей. Потому что, знаете, я уже начал об этом говорить. Вот покорители вы какие-то все. Мы не можем справиться, значит, с нашими прадителями никак. Вот покорять Москву, Эверест, пустыню, там, море покорять. Чего покорять? Ну, как вы, у нас мать сыра земля, как ты ее хочешь покорить? Ну, как ты, муравей несчастный, который себе подобных уничтожает, там, способный тыщик. Чего ты покоришь? Залез на город. Ну, слава тебе, молодец, экстремал. А нет, прыгнул с нее, там, полетел. Без парашюта. Ну, тоже экстремал. Ну, чего не осталось? Все Эвересты костями. Снимаем шапки, может, чтобы этих людей. Ну, чего ты покорил? Гаранты, миллионы лет. Миллиарды лет. А ты букашка, и век твой вообще не заметен. Чего-то мы там внизу шустрим, воюем, там, чего-то друг друга лежим. Куда-то лезем, залезли на горы, покорили. Флаг поставили. И что? Ну, один, одна лавина, и нет ни тебя, ни твоей дивизии, как в Угнистане, будет. Как в Саланке гибли, там, где-то по 300 машин. Ну, чего ты покорил-то, кого ты покорил? Сам себя, говоря. Преодолел сам себя. Здорово. Преодолел. Но я вот в философском размышлении, что у меня память осталась. Вот, когда мне батюшка говорил, ну, что, подвиг какой-нибудь. Ну, какой подвиг? Ну, я могу рассказать героям Советского Союза, которые совершенно ни за что получили, по разнарядке. Не совершая никаких подвигов. Могу штабов моих штабов их назвать, по именам, которые совсем не дали выписывали, как и сообщили. Ну, какой героизм? У меня вот такого вот роста, исполнил СССР, красивый Ольгер Сметанин, совершил подвиг для нашей группы. Во-первых, я уехал, вот, в Калабады, в Желтушный, смотрел тяжелую подвиг. Два дня, две недели, королев, Желтушный, всю команду. Потом его отправили в Ташкент. И три месяца его не видели. Думали, он дома давно уже. А на четвертый месяц, двадцать месяц из аэропорта, такой-то не странный человек к тебе приехал. Сидит оборванный, как хрен вообще, Ольгер Сметанин, вот такой вот, подливки, вертолётчик. Вот он, тощий, как смерть. А он же не сомневался, что, значит, что он из Каскада, что он пограничник, тем более, нельзя, он наша охрана. Его отправили в Ташкент, и его вылечили, выпусти, иди, куда хочешь. Ну нельзя, вот, Желтуха, трезий степень, не хватит, ну да, иди домой, а вот отдыхал. А он коми СССР, вот тебе Ташкент, и где коми, может быть, ты не дели, не копейки, у него даже ботинку украли в госпитале. И у него кеды такие, китайские, какие-то битом заматаны, но не хорошо. Немного, а есть от Ташкента через границу и до Файзамана. Я потом к нему разговаривал, забрал его, когда конец разговаривал. Она стала разговаривать. Я даже спрашиваю, ничего не стал. Он приез с собой аттестат. Сметанин плюс пять. Правда, аттестат. Плюс пять человек. И, значит, пять таких огольцов выпустили, сходите, походите, ребята, вот у вас на пропитание, у вас любая армейская часть по этому аттестату. У нас остальные бесплаты разбежались, а вот с этим аттестатом через весь Афганистан. От Ташкента. Я даже спрашиваю, как? Вот как? Он говорит, командир, по-разному. Я говорю, что вы в Царганскую езжали? И дал бы в Царганскую. Куда? Как он? Каскадер-то. Да запрещено было вообще говорить, кто? Из какой части? Вот такой, вроде Ксюргинянская там. Нет, с волшебной. Я даже спрашиваю, ничего не стал. Я говорю, не точно. Я говорю, что не хочет, он очень плохо. Я говорю, как душу мать. Видно, что не хочешь, он только крутился, что пришел. Осталось-то служить, меньше стать не было. Вот и подвиг, я командир. Кого я назначил без него, кто-то ящицу поджарить не мог. И картошку честь поджать не мог. Кто-то такой Вить Коновалов и Ростов, его составили в исправлении, там заходил. Я тут, не знаю, шпыня заставлял. Ну, там, что-то Бедовченко-то была. По ночам тушу обжарить, а не погибнут его бедняк. Нет, глаз там не вложили, ходил. Пока я не сказал, он не попозрелся. Я говорю, я понимаю, прогревает пароль. Вот он, вот он, горячий. Я говорю, вот Вася, заместитель мой. Значит, он мастер спорта по вольной борьбе и по каратэку. Зам по контрразведке. Я говорю, вот Василий Васильевич, он бедный. Я говорю, давайте по-мужски. Вот тут мы все погодные носим, нет ничего, так никто не знает, где командир, все с усами, там трое с бородой. Аксакалы какие-нибудь изобретели. Я говорю, давайте, летите, вылечняйте, вот залетесь на площадку. Что вы крестами кажетесь? Он потом, бедный, молчит, не говорит так. Я сам иначе. Вышел кто-то один, показал прием, вышел призыв на берегу, и все, он покойлся. Он все наравнивает, ну что ты? Он маленький такой, еще придите в повар, ты его домой возишь, едите, спрофессионалом, где-то, можно его любить. Все. Так что он говорит? Ну вот это подвиг у сметаны. Вернуться? А почему? Он говорит, тогда, ребята, ну давай, его бы никто не хватил, у нас никак не погрел в войска, а иди или лежать, денег нет нифига. Ну так. Он думал, как пойти туда, что-то там по территории захвачили, по корнею. Чего ты там рассказывал? Я не знаю, его просили бесплатно к корнею. Месяц не игрался. Ну вот это, для этого батюшка, а ради этого, патриотизм он такой, наш, для команды, для нашей патриотизмы. Такой. Потому что надо ставить нормально питаться после этого. Извините меня, безумно. Очень в этом замедлении приходил. Ну что понимаете, нужно два очка и тридцать человек, ничего, и всех коновалов кормил. А я их потом всех отпаивал. Мощнейшие средства. Берешь, делишь из этого, из, как его, крахмала делаешь клейстер, чем клеют обои, и туда на кружку, ложку этого, йода. Отвратительная жидкость, цвета такого, фиолетового, ядовитого. Ну, цемент. все. Это я еще когда ходил, там, в деговоре или искал, в Монгоштаде искал, в каких-то, там, все отшибает, никакие врачи не нужны. Вот, 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 точно как львовская. Чакабай, чакабай, народные средства. Так что, вот, горы, вы жили, правильно? Там были вершины массовые, разного цвета они видишь, серый скалы, красный скалы, зеленые какие-то. Нет растительств никакой, крышки пересохшие, но такие, трехлигенные, такие, там, эти, люди ходят, что-то светятся, как они улыбались там, в киргизах там, эти, но горы вокруг стоят, и мы их среди, вот, и полк наш, 50-й, все, отличный год. Здесь там, а? Здесь полк. Здесь полк, я же знаю, и полк наш, вот видите, вот, вот они могут свердить, вот, выходит, вот эти горы-то, стрелять нельзя, лавины где-то сходят, нет, и там вершина Памера, там вершина Памера, там, даже Памера начинается, кроме Рената Шафикова, никто не полез туда, знаете Рената? Рената, конечно. да он, да он, вот он горстный человек, ребята из его группы, но, погибших вытаскивали, уже четырех вытащили, в семи девятом году, где, знаете, упал, и так, никто, а когда вытаскивали? Великобритании, великобритании, в подпольном, воскучном, Бадакшан, ну, горы, и видишь, какой ты, ничтожный, черти чем, ты занимаешься здесь, во славу государства, которым город, и вы не знаете, где такое есть, этот наш тайн света, потому что Диндукуша, здесь, залезешь на горы, тут горы, там горы, здесь горы, везде горы, совершенно Диндукуши, виден только Диндукуши, и еще пустыни, а из пустыни, тем более горы все видны, где-то, не миражи, а вот там, тут горы залезли, здесь горы залезли, там, где-то у Алиса есть, обезьян без попугая, вообще, тут горы, и видишь, какое-то ничтожество человека, видите, да, так я про горы, вот заканчиваю все это, все равно, вот я и помню, я наши горы видел, но почему-то, ну и брусья, у нас, в Терсково, в Сочи, там тоже горы, едешь, едешь, в этот самый, где сейчас Олимпическое, Красную Поляру, да, по серпантину, тут обрыз там горы, но это не то, эти, это не это, горная страна, а я просто говорю, мне почти, позабыли, все бои, или походы, только, почему-то, забыть не могу, как стоят под первая, небесные своды, горы в белом снегу, 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 горы в белом снегу. И глядели на нас, челиво и строго, горы в белом снегу, горы в белом снегу, горы в белом снегу, горы в белом снегу, И тогда загорелись огнём перепалы И от сгрево трещала броня литников И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня нехаланных свет И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня нехаланных снегов Я немало ходил по морям и по сушам И в другой стороне на чужом берегу Вспоминал почему-то хребты дедукуша Горы в белом снегу, горы в белом снегу Там в больших городах плещет море скоя От потока машин нескончаемый гул Но закрою глаза и встаю предо мною Горы в белом снегу, горы в белом снегу Горы в белом снегу, горы в белом снегу, горы в белом снегу Горь, горе в море небес, как великое чудо Горь, горы в море небес, как великое чудо Горы в море небес, как великое чудо Горь, горы в белом снегу, горы в белом снегу И покуда я живу, никогда не забуду, Горы в белом снегу, горы в весах снегу. Я вам желаю счастья, добра мира. Ничего не бойтесь. Самое страшное уже позади. Любите, живите. Украины. Ну, если есть, друзья, спасайте их. Хорошие друзья были.